Парламентский квартал в Берлине. Марине Половинкиной повезло. Последние полгода она провела тут, работая помощницей депутата Бундестага. Выпускницей МГИМО стала участницей программы «Международная парламентская стипендия». Это 500 евро в месяц и уникальная возможность своими глазами увидеть, как функционирует немецкая демократия. Сам Бундестаг меня очень сильно завораживает до сих пор. Как политический институт, как сама идея, как эпицентр, как сердце демократии. Довольно успешной в этом плане страны. И очень хотелось всегда попасть внутрь, не как турист, не как обыватель, а как человек, который знает обо всех этих процессах изнутри. Прозрачность фасадов парламента словно напоминает политикам о транспарентности властных структур. Здесь депутаты обедают. А по этим туннелям переходят из одного здания в другое. Мы находимся сейчас в туннеле, который ведет из Пау-Лёбе-Хаус в Рейхстаг. И такие туннели соединяют все здания Бундестага, для того, чтобы депутаты и работники Бундестага смогли быстро передвигаться под землей, не покидая здания и не проходя вновь и вновь в контрольно-пропускные пункты. А вот и сам зал заседаний. Здесь Марина вместе с другими стажерами не раз следила за горячими дебатами. Особенно интересно, говорит она, было наблюдать, как взаимодействует правящая партия и оппозиция, а также как общаются депутаты с избирателями или гостями. Для них тут отведена отдельная трибуна. В таком случае депутат обязательно придет на встречу с группой своего избирательного округа и ответит на все вопросы, в том числе на самые коварные или немного критичные, в том числе про заплату, про то, почему в пленуме часто депутаты сидят в телефонах, или не сильно внимательно слушают, или ругаются, или смеются, или не поддерживают друг друга. Очень интересно наблюдать, насколько близок в этот момент депутат самому простому народу. В конце практики приехавших из-за рубежа стажеров приглашают на экскурсию в Центр исполнительной власти в Германии. Ведомство федерального канцлера. Отсюда руководит страной Ангела Меркель. Здесь она дает пресс-конференции. А здесь встречается с министрами. Марине повезло. Во время стажировки ей довелось лично пообщаться с Ангелой Меркель. Еще раз бы хотелось с ней встретиться, но наша встреча уже произошла, и это было очень ярким событием во время моей практики. Я бы сказала, что я восхищаюсь этой женщиной, потому что на ней держится чуть ли не вся Европа. И такая успешная страна в демократическом плане, как Германия. Я думаю, у нее есть чему поучиться. В Германии Марине нравится успешное взаимодействие политики и гражданского общества. Она верит, что эта идея приживется и в России. Если мы будем заниматься нашим гражданским обществом, то очень многое можно изменить. Возможно, не в следующие 10 или 20 лет, но через несколько поколений я верю, что мы добьемся чего-то очень успешного. После стажировки Марина Половинкина будет дописывать магистрскую работу в Свободном университете Берлина. А потом вернется в Россию. Она мечтает создать в регионах сеть образовательных центров.